Этот набор настолько крут, что падают метеориты миниатюрные вокруг него. А еще Сенсей Ву решил понюхать свою палку от того, как крут этот набор. А, я понял, это Сенсей Ву просто нанюхался палки, и ему привиделся вот такой мех. Все логично, да? А наоборот, и нам показывают счастливые семейства Стивов. Два вот таких Стива в голубенькой броне. Один из них, второй просто в голубенькой футболке. И вот такие вот у них детишки. Видимо, детишки их собрались на карнавал и оделись в разные костюмы. Стива, то есть этот без костюма пошел. Этот оделся в костюм голема, этот в костюм эндермена, этот в костюм крипера. Вот этот, наверное, меньше всего кушал, потому что он самый маленький. Ох, ну-ка, надо его понюхать. Давненько я китайского пластика такого хорошего не нюхал. Ох, кажется, этот Бэтмен в своей жизни повидал некоторое дерьмо. Подозрительно. Так, ну, я думаю, тачку мы сразу выкидываем. Она абсолютно такая же по цветам и по всему остальному. А вот Бэтмена мы... Что? Что? Распаковав эту фигурку, мне стало немножечко не по себе. Немножечко охренительно сильно не по себе. Посмотрите на это. Ой, какая же мерзость. Какой-то огромной соплей. Мне прям в пакете склеили руку Джокера и его голову. Что, черт побери, тут происходит? Почему? Мне стремно это трогать, я не хочу. На этом мы подобрались, пожалуй, к самому главному, к апогею, я вам так скажу, сегодняшнего выпуска. Все потому что... Ну, вы поняли, да? Радужный Бэтмен. Нет, ну мы, конечно, не вправе его судить. И это его вкус и его взгляды быть именно таким радужным Бэтменом, какие производители, такие и Бэтмены. Здесь есть лавка, фонарь, которые стоят в воде и растут грибы. Кстати, да, возможно, именно под такими грибами создатели набора и делали его. Вполне вероятно. Если вы их начнете качать... Рано или поздно случится вот это. Может быть, и не стоит ее из пакета выпускать. Но я не стал ее вынимать из пакета по одной простой причине. Сейчас я хочу это вспомнить еще раз. От нее настолько катастрофически воняет дешевой резиной и пластиком, что у меня просто нет слов. Вот здесь он скорее такой, как будто мучается от запора. Или как будто забыл выключить утюг и уехал на неделю из дома. После открытия его стоит понюхать. Ну-ка. Ох. Амбре. Пахнет он знатненько. Вот так блоки и выглядят. Ой. Ой, батюшки. Ой, мамочки мои. Что творится? Что делается? Вы... Ой. У меня складывается ощущение, что он без сознания. Ему плохо. Вы посмотрите, насколько он обмяк. Братан. Братан, давай. Я тебе... Я тебе помогу. Держись. Дыши. Дыши. Давай, ты можешь. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Кажется, мы его теряем. Кстати, вот здесь опять у него взгляд отличается. А здесь он как будто такой, типа, что-то не понимает. Возможно, с парасони просто встал, сидит на кухне пьет чаек. И к нему кто-то вваливается на кухню. Он такой, типа, эй, ну пожалуйста, дай мне спокойно попить чаю. Блин. О, ааа, фу. Что это? Это китайский волос. Это волос какого-то седого китайского ребёнка, который делал этого трансформера. Фу. Да уж, ох уж эти седые китайские дети. Дело в том, что если во время того, как он будет идти вот так по улице, то есть вот он идёт, идёт. Да, именно вот так он должен ходить, потому что по-другому он не может. Он слишком разболтанный. И вот если в момент того, как он будет идти, его ракета сдетонирует и запустится, произойдёт вот что. Примерно вот это. На оборотной стороне нам показывают то, что в этой серии он не один, и у него есть соратники и противники. Кстати, это у нас Red Ninja, судя по всему. А ещё есть Blue Ninja, то есть вот это вот, по их мнению, вот это, по их мнению, голубой ниндзя. Вот это зелёный ниндзя. Вот это оранжевый ниндзя. То есть, смотрите, в нём нет ничего оранжевого, он такой же красный, как этот, например. Но этот оранжевый ниндзя. Это золотой, по их мнению, ниндзя. То есть то, что здесь, здесь есть золотые детали, неважно. Именно этот будет золотым, не зелёным. И будет белый ниндзя, у которого только белые руки и ноги. Угу, замечательно.